Здравствуйте, это Укралайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетман и медицинский центр «Призма». Основные связи – экономической экспертной платформы, старший экономист «Кейс Украина» Владимир Дубровский, которого мы очень рады видеть. Владимир, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли в нас время. Владимир, совершенно недавно было заявлено, что готовится перезагрузка налоговой, и не просто системы, а именно налоговой как государственного органа. Об этом так много и по-разному говорилось, что очень хотелось бы накануне такой перезагрузки большой все-таки послушать ваше мнение, потому что вы долго занимались этой темой. Как вам это представляется? Насколько это сейчас актуально, возможно? Как вам кажется, поменяет ли это что-то серьезно в украинской налоговой системе? Спасибо. Я, правда, не в прошедшем времени занимался, а сейчас продолжаю. Как раз перезагрузка – это было одно из требований, на котором мы настаивали, и нам очень долго говорили, что нет, это невозможно, это никогда не будет. Но как раз сейчас представился благоприятный момент, видите, неоткуда без добра. Собственно, почему главное возражение было? Вот мы будем перезагружать налоговую, а в это время упадут налоговые поступления, и что же мы тогда будем делать? Ну, такой риск действительно до какой-то степени есть, но сейчас он, во-первых, меньше, потому что половину примерно бюджета обеспечивают поступления наших партнеров. То есть все риски, связанные с недопоступлением и налогов, они автоматически делятся на два. А во-вторых, потому что, собственно говоря, сейчас у нас мораторий на проверки, то есть большей части проверок налогов я все равно не делаю. А бизнес, тем не менее, платит налоги, и даже вот в прошлом году такой страшной войной заплатил, в общем, примерно столько же налогов, даже чуть больше, чем в относительно мировом 2021 году. Ну, с одной стороны, у нас падение, конечно, экономики, поэтому в реальном вычислении не может быть столько налогов. С другой стороны, инфляция. Поэтому получилось примерно так на так. Ну, то есть никакой катастрофы не произошло. И поэтому как раз это дает такое благоприятное окно возможностей для того, чтобы налоговую перезагрузить. Почему нужно перезагружать? Еще раз, давайте мы скажем, что это как института, как государственного органа. Правильно, об этом мы говорим. Не о налоговой системе, а именно государственном органе, чтобы было понятно. Да, да. Сейчас речь идет о государственном органе, но на самом деле это очень существенная часть перезагрузки всей налоговой системы. Потому что речь идет о том, какая культура взаимоотношений государства с плательщиком. Вот тут сегодня я хотел бы углубиться в эти философские вопросы, потому что мы с вами много говорили о практических вопросах. И с Ярославом Романчуком дискутировали на эту тему и так далее. Но вот все эти практические вопросы, они все не существуют вне рамок определенной культуры. То есть давайте начнем, как говорит моя жена, с динозавров. Она, особенно точь, любила меня упрекать, что я все начинаю объяснять ей с динозавров. В данном случае, если нет динозавров, то примерно с превыбытных времен. Я, кстати, предлагаю всем желающим посмотреть курс. Есть такой Вильный университет Майдану. Это благотворительная, по сути дела, организация, которая размещает различные популярные курсы. По части экономики, по части гражданского сектора и по многим полезным темам. Так вот там, несколько лет назад, я сделал большую часть сценария. Ну, начитал это все в итоге трасс-казак. В общем, там есть курс о налогах, как раз в котором многое из того, о чем я сейчас буду говорить, подробно описано и проиллюстрировано разными красивыми картинками. Так вот, если начинать от динозавров, что такое вообще налог? Откуда он произошел? Он произошел, на самом деле, от подати или дани, которую платили либо побежденные, либо члены племени своему главному вождюр. То есть, по сути дела, это был рэкет. Когда либертарианцы говорят, что налоги – это грабеж, они ссылаются именно на это, и в этом отношении они правы. То есть, как возникало вообще государство? Ну, по современной теории, не по каким-то идеалистическим представлениям Жан-Жака Руссо, потому что люди собрались и договорились его создать. А как это реальности происходило? В реальности сильные отбирали у славы, если было что отобрать. При этом они в лучшем случае были стационарными бандитами, как называл их Манку Роллсон. То есть, они отбирали одних и тех же постоянно. Ну, то есть, это рэкет в нашем языке. И они таким образом становились какими-то великими вождями, не очень великими, и жили спокойно за счет своего плен. Ну, у них была дружина, которую они, соответственно, кормили, ну, это как бы братва, да? С некоторыми нюансами, но, во всяком случае, вот с этого, собственно, пошли налоги. Как образовалось государство? Ну, дело в том, что когда рядом существует несколько таких племен, и они как культурно-этнические, как между собой близки, то, соответственно, тот вождь, который берет со своих подданных меньшую дань, он выглядит привлекательнее. К нему могут перебегать люди от тех, кто берет слишком большую дань. Поэтому эти вожди образовали союзы, картери, чтобы установить единое правило, чтобы никто никуда не убежал. Заодно помогали друг другу держать повиновение своих подданных, но и заодно помогали друг другу защищаться от внешних угроз. Потому что соседние претендовали, это второе создание государства, на то, чтобы завоевать, установить свою власть и обложить, опять же, чем? Зачем устанавливать свою власть? Ну, гнать рабов там какое-то количество и всех остальных обложить данью. Ну, вот, собственно говоря, так развивалось государство. Оно неразрывно было связано с такой вот данью. Данью-то собирали уже в более развитых государствах, специально обученные люди, которые назывались мытари. Работали они очень часто на водку, то есть им давали какую-то местность и установили план. Вот ты целлю должен занести столько-то. А остальное можешь потратить на себя, если сможешь собрать. Ну, и сам король при этом тоже устаравливал свои аппетиты в зависимости от того, сколько ему нужно было. Речь-то не шла о том, чтобы делать какие-то вещи для народа. Речь шла о том, чтобы вести войны, чтобы захватывать еще большие территории и собирать с них еще больше дань. Когда он хотел вести войну, он облагал всех еще большие дань. А когда ему не нужно было это делать, он мог дать какие-то пропустительства, чтобы люди немножко набрали вес. С этой системой все пошло, но на этой системе... Ну, я понимаю, что для тех, кто имеет дело с нашей налогой, все звучит очень-очень знакомо и просто как будто бы о наших реалиях рассказывает. Но на самом деле мир пошел дальше. И начиная с английской революции начала проявляться другая тенденция. Ну, собственно говоря, она всегда была в некоторых местах, в некоторых временах, но она не доминировала. То есть были какие-то элементы первобытной демократии. Когда люди действительно собирались и как-то скидывались на общее дело. Ну, это можно себе представить лучше всего как ОСББ. Мы живем вместе, нам нужно делать какие-то общие вещи, которые каждый из нас в отдельности не сделает, ну, или не захочет делать, потому что... А что я буду сам делать, чтобы все пользовались? Ну, есть такие добрые люди, которые так делают, но все-таки это имеет свои границы и полагаться на это, как правило, нельзя. Ну, соответственно, люди устанавливают некие правила, люди решают, что надо за то или иное дело забрать. Ну, и те, кто не хочет скидываться на общее дело, каким-то образом стараются наказать, выставить их на позор, там, или еще как-то. В общем, применить к ним определенные мировоззрительства. Так вот, это структура, которая растет снизу вверх. Это очень важно. То есть в некоторых местах, например, в той же Англии, там сохранились еще с времен германских племен, такие вот традиции, когда даже лорды вместе со своими арендаторами сидели вместе в местном собрании и решали свои местные вопросы. И, в принципе, это как бы альтернатива некоторая, вот, то есть дань, но именно заточенная на предоставлении того, что называется общественными благами. То есть то, к чему нельзя ограничить доступ, то, что поэтому нельзя продать, но раз нельзя ограничить доступ, значит продать его нельзя, потому что к нему доступ свободный. Но которая, тем не менее, нужна, которая существенно может улучшать уровень жизни, реальный уровень жизни людей. Но был такой момент в истории, когда общество каким-то образом горизонтально организованное начало... Ну, я сейчас все, конечно, очень сильно упрощаю. Мне лично очень нравятся эти упрощения. Прекрасно просто. Ну, это все описано в книжке Джимоглу и Робинсона «Узкий коридор», которая издана, кстати, на украинском издательстве, в нашем формате. Они это назвали «Заковывать Левиафана». Вот государство – это тот Левиафан, который может всех сожрать, который всех подобляет, который у всех все забирает. Ну, не все, а столько, сколько ему нужно. Все, что ему нужно. Ну, его в какой-то момент заковывают. И, в общем-то, вроде бы как внешние институты похожи, а смысл их при этом меняется. Потому что если государство – это я, говорит король, то все делается для этого, который – это я. Это если по Макеаеле, если Макеаеле вспомнить, я так понимаю. Ну, это Людьевой-14 говорил, да. Ну. А если это государство, как какой-то, так сказать, большой УСББ, который иерархически произошел от маленьких УСББ, от маленьких коммун, и это типа такая структура, которая нас представляет, вот мы кого-то назначили, чтобы они решали, что делать с деньгами и как лучше спорядиться, то это уже совсем другой смысл. Ну, конечно, у этого государства тоже есть огромная проблема. И самая первая проблема в том, что есть богатые, есть бедные, они есть всегда, потому что есть распределение по рейтам, так называемые, ну, 80 на 20. 80 процентов, это владеет 20 процентами, а 20, это очень упрощенно, опять же. Это совершенно такая природная вещь, то есть ничего общего с силовым перераспределением это не имеет. Но, естественно, поскольку 80 процентов всегда больше, чем 20, то они всегда хотят сделать так, чтобы 20 процентов с ними поделились. И, соответственно, налоги становятся уже инструментом перераспределения. Вот эта опасность. То есть в какой-то степени очень небольшое это нужно, но особенно, когда большинство становится зависимыми от вот этих подачек государства, и большинство голосует за большое государство, то государство заходит просто в тупик, вот как Швеция зашла в свое время. Да, там просто, ну, вот так же, как бежали от тех перераспределениях, которые слишком большую дань устанавливают, так же начинают бежать из этих государств те, кто реально могут что-то заработать. Но шведы, надо сказать, сократили свое государство. Это один из немногих таких примеров. И тут мы подходим к первому вопросу. Первый вопрос это сколько? То есть сколько придется платить в качестве налогов? это определяется на самом деле сложным соотношением между природой государства, между тем, люди в этом государстве, его граждане предпочитают свободную систему, в которой можно что-то заработать и в какой степени они предпочитают систему, в которой доминирует перераспределение. Ну, естественно, там, где доминирует перераспределение, ни на какой особенный прогресс рассчитывать нельзя. Это могут себе позволить очень богатые страны, которым уже в общем-то и не нужно, особенно куда развиваться, которые без того богатые. Такие страны, как Украина, это себе позволить не могут. Но с другой стороны, вот даже те короли, которые гребли под себя и стравливали подойти для того, чтобы обеспечить себя и всякую знать, даже они в какой-то момент пришли к тому, что нужно предоставлять какие-то общественные блага людям, просто как пастухи к своему стаду. Овец пастух охраняет, он о них заботится, он их даже лечит, он их гоняет на пучные луга. Ну, все это только для того, чтобы постричь и зарезать, конечно. Но в процессе он о них заботится. Поэтому даже вот эти стационарные бандиты, они имели ему обеспечивать какую-то часть благ. И кроме того, эти общественные блага, они некоторым образом легитимизировали это государство. То есть людям можно было объяснить, что вот видите, потому что у нас добрый царь, у нас есть то, то есть пятое, десятое, и вообще, если вы его не будете поддерживать, то придет злой царь, который там рядом, и вас заводюет, просто обложит на данью и ничего этого не даст. Поэтому лучше поддерживайте доброго царя, как меньшая злой, и платите ему вот эту самую дань. Но это все-таки были не очень большие суммы, потому что с одной стороны экономика просто не могла много отдать. Люди без того жили в проголодь, и надо сказать, что с неолитических времен до промышленной революции жизнь основной части крестьян в общем-то не сильно улучшилась. То есть все излишки, которые у них были, все их отбирала вот эта вот система, которая потому и называлась конфискационной. когда появилось демократическое государство, которое начало заботиться о людях, когда появились вот эти вот перераспределительные тенденции, то размер государства очень резко вырос, тем более, что уже состоялась промышленная эволюция, уже этих самых излишков стало гораздо больше, но в современном обществе с информационными еще больше, и поэтому есть очень опасная тенденция разрастания государства. Я думаю, что Ярослав Романчук об этом уже говорил, наверное, у вас в эфире неоднократно, но в этом отношении я абсолютно поддерживаю, что эта тенденция опасная, она приводит к тому, что экономический рост замедляется, экономическая справедливость нарушается, экономическая свобода исчезает, и собственно говоря, исчезает стимулы тяжело работать, исчезает стимулы делать инновации, но все это не смертельно для крупных, для богатых государств, но совершенно смертельно для таких, как Украина, а в Украине, между тем, у нас уровень перераспределения через бюджет и всякие государственные фонды такой, как в Западной Европе, причем даже не в самых лучших странах, то есть, например, в таких странах, как Болгария, Литва, Латвия, Словакия, он меньше значительно, у нас 40 с лишним процентов, ну, Приняковича вообще было 50 с лишним, из которых, наверное, не знаю, какая часть разворовывалась, хорошо, если не пятая часть, но из того, что из тех 40 с лишним процентов, которые есть у нас, тоже значительная часть разворовывается и в этой части действительно это не налоги, а по-прежнему такая дань, потому что мы не всегда можем отследить, на что идут наши деньги и не всегда можем влиять на то, расходуются ли они вот именно так, как нам хочется или так, как хочется тому, кто при власти, вот, например, сейчас в Киеве Тучко затевает очередную кампанию благоустройства, вот я бы хотел, например, как киевлянин, который платит налоги в Киеве, чтобы мои деньги шли лучше на армию, благоустройство как-нибудь может подождать, ну, дороги, конечно, нужно залатать, потому что это большие убытки, если дырявые, а вот благоустраивать парки и скверы, ну, извините, это может подождать, но у нас, к сожалению, в этом смысле далеко не совершенно еще все, поэтому во многом сохраняется такая тенденция неэффективного расходования средств, и вот тут я бы сказал, что нужно кроме перезагрузки налоговой, о которой мы говорим, для того, чтобы облегчить ее задачу, нужно размер государства сокращать, и соответственно аналогии сокращать. Не так радикально, как это предлагает господин Арманчук, потому что так это сделать не удастся, но по крайней мере до 35% сейчас сократить можно. Вот сейчас опять же хороший момент, потому что конечно у нас сейчас государственные расходы намного превышают и 35, и 40, и даже 50%, у нас где-то наверное порядка 70%, но из этих 70%, большая часть идет на войну, к сожалению, и опять же половину обеспечивают наши партнеры. Вот партнеры обеспечивают как раз ту часть, которая не идет на войну, поэтому ту часть, которая не идет на войну, самое время оптимизировать. Как раз сейчас люди очень придирчиво смотрят на то, куда расходуются их деньги, я думаю, что будет большая общественная поддержка для того, чтобы оптимизировать расходы, для того, чтобы убрать ненужные расходы, неэффективные, чтобы по максимуму убрать разворовывание, и сейчас надо было бы параллельно заняться этим. Тем образом мы можем закончиться, надеюсь, нашей победой, надеюсь, вступлением в НАТО, что будет уже окончательно нашей победой, сократить военные расходы до приемлемого уровня, может быть, это не будет натовские 2%, но это может быть 4%, 5%, это все равно не смертельно. И тогда мы получим государство гораздо более компактное, приемлемо более эффективное, которое свои именно задачи по, еще раз повторюсь, предоставлению общественных благ, там, где это нужно, будет решать лучше. А те блага, которые лучше делает частный сектор, нужно отдать частному сектору. Но это вопрос сколько? Есть второй вопрос, вопрос как? То есть налоговая система состоит из сколько и как? Сколько решается вместе с более широкой фискальной реформой, то есть реформой расходов бюджета, потому что бюджет должен быть сбалансирован. Тут никаких вопросов нет, нельзя жить непосредственно. А вот вопрос как? Он решается вместе с вопросом об отношениях в обществе вообще. Перезагрузка налоговая это собственно говоря один из ключевых моментов ответа на вопрос как? Иными словами как собирать эти налоги об этом мы говорили? Да. Ну опять же мытари собирали их просто. Определяли на глазок кто должен заплатить ну может иногда договаривались как-то там выбивали их и чем эта система плоха? во-первых понятно что она не несправедлива во-вторых понятно что она словно коррупции в-третьих получается что человек который хочет запланировать какую-то инвестицию никогда не знает получит он от нее что-то или нет и тот кто умеет зарабатывать и зарабатывает много он из-за того что она несправедлива защищает на свою голову вот эту самую налоговую которая приходит на выручку и оказывается что его все усилия в общем-то ничем не вознаграждены просто все отобрали все его излишки ну на то и конфликационная система и именно поэтому такая система тормозила развитие инноваций промышленная революция не случайно произошла в Англии именно потому что там их буржуазная революция за 200 лет до того ну не за 200 хорошо за 150 лет до того создала условия при которых ну сами бароны потребовали что все налоги устанавливались только от закона и чтобы король не имел права требовать больше чем положено по закону так вот в этой системе которая можно сказать условно цивилизованной налог платят налогоплательщики его не собирают мытари не собирают налоговая служба не собирает налоговую еще раз она только следит за тем чтобы соблюдался закон и все кстати это записано в нашем законодательстве поскольку его переписывали с лучших образцов но почему-то если вы обратите внимание то как об этом говорят то это нигде не звучит все то звучит налоговая мобилизует ресурс в чем проявляется ее азаровская сущность ну потому что азаров был человеком конечно глубоко домодерным и никакого другого принципа туда заложить не мог но более того у нас для налоговой на официальном уровне устанавливается ну индикативный как они его называют план по сбору который она должна выполнять и это есть главный показатель успешности налоговой то есть этот показатель прямо противоречит тому что заложено в законодательстве и он отражает вот эту вот глубинную суть государства которое происходит по прямой линии от картеля первобытных рикотиров а не цивилизованного государства которое происходит от сознательного объединения граждан и делегирования своих каких-то полномочий наверх принцип субсидиарности которым держится еврейская дипломократия значит первое что нужно сделать в данном случае это поменять то что называется кипря то есть задание которое стоит перед налоговой это не собирать налоги это следить за соблюдением закона и показательным того как она следит соответственно будет не выполнение какого-то плана или вообще объем поступлений а будет разница между объемом поступлений фактическим и тем который должен был бы быть теоретически по-английски это называется tax compliance например вот НДС это добавленную стоимость вся добавленная стоимость это ВВП значит есть определенные исключения там где не платится в общем целая методика как убрать учесть точнее все образования допустим медицину остается теоретический объем НДС который должен быть уплачен ну и есть фактически который был уплачен вот между ними есть разница которая у нас последний раз когда мы это мерили составляла больше 20 процентов Евросоюз кстати дал те же самые цифры но мы считали по их методике все сходится и вот это вот есть показатель неэффективности работы налоговой ну и таможни там в случае таможня берет НДС с товаров которые возятся в страну значит так же можно поступить и с остальными налогами но разница тут принципиальная в том что вот эти вот разрывы они определяются постфактум то есть если налоговые установили план Минфину очень легко жить Минфин как-то там спрогнозировал ну он взял прогноз Минэкономики как-то спрогнозировал налоговые поступления как-то очень грубо установил план на основе него сверстал бюджет если план не выполняется он говорит налоговый стучит по столу говорит а ну-ка быстро иди нагибаем плательщиков собирать а то у нас пенсионерам нечем платить ну и начинается вся эта демагогия на самом деле Минфин просчитался он например не учел какие-то экономические тенденции ну вот было у нас когда-то помните резко револьвировала гривен 20 23 и соответственно упали налоговые поступки ну дологовые в этом вообще-то не виноват таможня тоже не виноват это макроэкономика почему-то получилось это другой вопрос но им претензий в данном случае не должно быть но тем не менее их заставляли выполнять план потому что но как же иначе заплатить пенсионерам так вот цивилизованный подход такой что нет никакого плана есть прогноз который делает на основании прогноза он делает бюджет но если прогноз не сбывается значит надо либо резать бюджет делать секвестер бюджета например во время кризиса 2008 года в балтийских странах делали просто секвестер бюджета взяли тупо убрали по 10% с каждой статистике ну и меньше поступлений меньше с утра либо одалживая деньги как поступили у нас но все равно это то есть не додавливают не собирают да потому что иначе получается что иначе получается что если в стране кризис падает приходит налоговая и начинает выбивать еще и больше налогов и кризис только усугубляется и и поэтому вместо того чтобы наоборот давать возможность бизнесу дышать как-то выкручиваться ситуации происходит прямо противоположно теперь из этого еще много есть выводов следующий вывод такой что сейчас вот как это лучше подойти есть немножко с другой стороны зайду то на что держит на чем держится опять же мы с вами об этом много говорили на чем держится наша патрональная система общественная это возможность решать по своему усмотрению дискреции то есть не бюрократ который действует строго в рамках закона и ни в коем случае ни ни вправо ни влево а начальник который вот как пожелал так и сделал он как-то при этом закон учитывает но в принципе его воля выше чем ну и закон сделан так чтобы давать ему большой простор для вот этой самой дискреции в частности так сделано налоговый закон опять же почему это удобно для налоговой и Минфина потому что для налоговой это возможность всегда что-нибудь собрать себе на карман потому что там есть дискреция там есть коррупция это главный фактор коррупционного риска или даже коррупционных возможностей почему это удобно Минфину потому что когда есть такая дискреция то вот именно тогда можно дать налоговой команду а ну-ка иди собирай потому что налоговая имеет средство давления на плательщика она может из него выбить налог она может заставить его заплатить налогованцам она может ему доначислить этот налог она может например заблокировать налоговые накладные и не отдать ему то что ему положено она может заблокировать возврат НДС не отдать то что положено и так далее то есть такая система для начальства она гораздо выгодна но возвращаясь к тому о чем я только что говорил эта система конфискационная она для каких-нибудь долгосрочных проектов для развития бизнеса не просто токсична а смертельна потому что налоговые обязательства непредсказуемы они зависят от причин которые никаким образом не находятся во власти предпринимателей и соответственно все риски множатся многократно поэтому главный вопрос как отцивилизовать нашу систему это как убрать вот эту самую дискрецию вот тут мы подходим собственно говоря главной философии то есть первое нужно установить другие правила игры в плане целей не должна быть выполнить план по налогам цель должна быть следить за соблюдением законодательства второе мы должны убрать инструменты выбивания вот эту дубину мы должны убрать дискрецию по максимуму третье о чем действительно сейчас много говорят и что правильно но само по себе не сработает это нужно конечно по максимуму убрать те контакты между людьми все цифровать но я подчеркиваю что это не панацея потому что там где есть проверка это третий момент там никакой оцифровки быть как правило не может инспектор приходит и проверяет на месте там нельзя избежать контакта поэтому потребность проверок должна быть как можно меньше нужно полагаться на то что это будет новый налоговик который будет добросовестный который будет не такой как сейчас уже это будет какой-то новый суд который будет добросовестный давайте создавать меньше этого повода ну и четвертый момент ключевой тоже это собственно заменить самих налоговиков потому что понятно что какие хорошие правила не создай но если это те люди которые купили свои дипломы в свое время или за взятку поступили в эту печально известную академию потом купили места налоговой тоже не зря заплатили и привыкли там зарабатывать живую копейку и даже для них западло получать деньги с карточки зарплатные потому что типа на светах неплохо кормят а что там еще и зарплату дают называть понимаете вот эта вот культура она отбирает под себя определенных людей и те люди которые попадают в эту культуру и ей не соответствуют они оттуда уходят поэтому там сформировался определенный такой коллектив с определенными традициями он вполне определенными сформировал его еще раз подчеркнул тот самый незабедный Николай Янович и этот коллектив привык работать как пираты ее величества эти самые мытари на откупе по-другому эти люди работать не будут они не умеют по-другому работать то есть переделать их гораздо тяжелее чем набрать новых вот поэтому нужна перезагрузка но с другой стороны если делать перезагрузку не поменявшей правила то получится как было в свое время помните Ющенко очень гордился что он заменил 18 тысяч государственных служб никто ничего не заметил потому что правила не изменились и соответственно приходят на эти места самоотбор приходят на эти места такие же самые люди такие с них уходят то же самое с всякими мягкими периодистациями типа как в прокуратуре как в полиции за исключением патрульной полиции ну наверное стало немножко легче но очень многие из этих коррумпированных ментов либо восстановились либо пошли в другие государственные органы и в целом в общем-то нельзя сказать что полиция у нас начала работать по-настоящему искать преступников перестала подбрасывать наркотики невинным людям и так далее все эти вещи ну так же как пытки все это все это к сожалению осталось после после переаттестации поэтому тут очень важно чтобы это была не формальная переаттестация и не со стремлением сохранить дистанциональную память корпоративную культуру а именно с желанием полностью перезагрузить эту культуру в ее время это сделали в Грузии и сделали в общем достаточно успешно вообще Кахо Бендукидзе в этом смысле гениальный реформатор потому что он как раз придумал как вот и вот органы государственные прогнившие как 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 их полностью перезагружать но там сделали ошибку в том что в налоговом кодексе оставили большой простор для дистриции попытались сделать простой закон чтобы он был короткий но короткий закон значит что он действительно простой потому что при применении если там что-то там не оговорено или оговорено не четко или вот инспектору то вот самое применение становится главной сложностью то есть самый простой налоговый кодекс был у этих самых мытарей которые просто вот сколько сколько мытарь скажет только когда и должен заплатить ну может договоримся это самый простой но извините далеко не в применим поэтому тут вопрос курицы и яйца с одной стороны действительно правы те кто говорят что борьба с дискрецией но в частности с реформой корпоративного налога и так далее это не панацин да не панацин потому что если те же самые налоговики будут это применять то они будут это применять так как они это любят делать более того они всячески стараются сейчас дискредитировать эту реформу потому что в Диа-Сити уже есть такая опция выбирать не налог на прибыль а налог на выведенный капитал но для того чтобы выбирать налог на выведенный капитал нужно согласиться заполнять декларацию на 27 страницах которые специально разработаны налоговики по принципу того что я в этом квартале никого не насиловал никого не убивал не ограбил ни один магазин не ограбил ни один банк и так далее понимаете вот они должны написать что они не делали ни одной из операций которые приравниваются к выводу дивидендов почему-то в налоге на прибыль ничего подобного нет хотя там в этом смысле все точно так же есть операции которые уменьшают прибыль за ними точно так же должна следить налоговая это просто пример как поступают не перезагруженные налоговики и не перезагруженный Минфин потому что Минфин эту глупость утвердит очень неохотно ему тоже не нужно иметь прозрачное налогообложение но вот с одной стороны с другой стороны если не заменить правила если оставить дисклиционные возможности если оставить например ту же тотальную фискализацию которая требует постоянных проверок и позволяет как угодно придираться если не дай бог ввести еще косвенные методы контроля дохода физлиц как некоторые налоговики об этом мечтают давно глупая мечта то придут такие же или примерно такие же люди а если даже и какие-то новые то соблазн будет велик и учитывая что налогоплательщики у нас тоже отобраны системы то есть те кто не умеют договариваться но есть такие действительно которые не умеют не желают но их очень мало большинство к сожалению из тех кто смог выжить в этой системе именно потому что они умеют договариваться я могу с этого начать но решил начать с более фундаментальных вещей для разрядки могу рассказать собственную историю я такой человек который не может работать под начальством у меня есть люди которые были моими руководителями которых я очень уважаю тот же Янус Ширмеш с которым мы были у вас в студии но никто из них не был начальником это были лидеры стоящие начальники и вот я в свое время перестройки начал читать о том что вот иметь свой бизнес чтобы надо мной никого не было самому себе хозяин очень хорошая мечта удалось ее осуществить но это не лично мой был бизнес партнерами но мы все были равны кто-то назывался директор кто-то назывался замдиректора но это все было ну и тут таково же было мое разочарование когда оказалось что при этом все равно к сожалению начальник никуда не делся то приходят какие-то пацаны и говорят а кто он тут разрешил работать то приходит налоговый инспектор и начинает объяснять что это же у вас не последние деньги то еще что-нибудь такое в том числе по этой причине я из бизнеса ушел и больше никогда туда не возвращался я думаю что очень многие действительно талантливые люди очень талантливые предприниматели но я думаю что очень многие талантливые предприниматели либо не сделали карьеры в нашем бизнесе либо уехали сделали ее где-нибудь за границей именно по этой причине что они не хотят быть зависимыми от решения какого-то налогового инспектора но это же не означает что те кто остались они все хотят быть зависимыми они тоже далеко не все хотят то есть они часть играют по этим правилам с удовольствием потому что они научились договариваться они знают все ходы-выходы и у них это конкурентное преимущество часть играет по этим правилам с фигой в кармане часть ну старается не играть насколько это получается но просто возвращаясь к вопросу с кем будут работать вот эти вот новые инспекторы они будут работать в том числе с первой категории которая будет сразу же искать ходы как завести себе соответствующее знакомство как там через крышу порешать все укосы и оказаться в выигрышном положении и конечно если сохранятся вот эти все механизмы если они останутся в неприкосновенности если останется налог на прибыль если останется дисклейционные механизмы администрирования НДС если останутся огромные налоги на зарплаты и соответственно конвертационные центры которые призваны их компенсировать то боюсь что большая часть этих новых инспекторов пойдет по пути старт но кстати вот насчет конвертационных центров тут тоже интересная история потому что еще одна из причин почему нужно перезагружать и налоговую и налоговую милицию это то что именно они крышевали и крышуют эти самые конвертационные центры дело в том что опять же возвращаясь к тем временам когда я занимался бизнесом я хочу напомнить что тогда у нас в Верховной Раде было коммунистическое большинство коммунисты но это же была Верховная Совета в СССР избрана еще по тем законам еще в советское время и собственно даже на первых выборах тоже победили все равно коммунисты потому что никаких особенных партий не было ну были Руховцы которых было там по-моему процентов 25 остальные это было в основном коммунисты ну и со своими подходами они установили такие налоги которые даже для самых социалистических стран являются экстремальными то есть верхняя ставка налога на прибыль прогрессивный опять же многие сейчас пытаются у нас пробить не дай бог с верхней ставкой 90% а на него было еще начисление на фонд заработной платы в размере 52% это 52% держалось до середины 2000-х годов когда так называемый чернобыльский налог я не поняла это же в общей сложности больше 100% или я что-то не что начисление на фонд фонд допустим 100 купонок арбованцев для того чтобы выплатить 100 купонок арбованцев работодатель должен был заплатить 52 копейки 52 карбованца государству выплатить эти 100 процентов арбованцев работнику и удержать при этом подоходный налог он был прогрессивный то есть не со всей суммы вровоз 90% но большей части потому что инфляция очень быстро эти все пороги нивелировала практически сколько-нибудь большая зарплата на нее надо было зарплатить 80% поэтому о том чтобы выплачивать зарплаты в белую большинство даже не помышляло ну тут же раскрыли свои объятия естественно эти самые конвертационные центры тем более что тогда была еще проблема поменять к тех пор накормленцев на доллары то есть одновременно сразу же выплачивали и в долларах и вот как вы думаете от кого я получил первые такие деньги которые наша фирма отправила от сотрудника среднего звена прокуратуры Донецкой области это прекрасно из рук в руки все по контролю все таки да но понятно что эти все схемы они может быть пришивались прокуратурой еще кем-то и продолжают пришиваться но они не могут работать без участия налоговиков но в то время сложилась на сути дела индустрия индустрия ухода от налогов не просто там какие-то отдельные как сейчас называют партизаны которые там делали какие-то свои схемки мелкие тех как раз быстро отлавливали сожжали а вот индустрия образовалась ну сейчас уже конечно у нас налоги не такие зверские тоже тяжелые но далеко не такие но тут просто есть эффект называется гистерезис вот я даже специально приготовил такую штуку вот есть прямая проволока да вот ее чуть-чуть сгибает она возвращается к своему состоянию да если приложить большое усилие она согнулась и она уже не прямая и для того уже усилия никого нет она все равно уже согнулась то есть да вот это вот индустрия уже создалась в нее уже проинвестировали деньги уже есть люди которые ничем другим заниматься не умеют уже сложились связи для того чтобы она обратно выпрямилась нужно приложить усилия в противоположном направлении то есть создать какие-то экстремально хорошие условия для того чтобы она вообще бескорница скажем так подохла поэтому не нужно думать что если где-то скажем больше эти высокие налоги платят без каких-то особенных проблем то в Украине будет то же самое в Украине есть эта индустрия и кстати первое что сказал нам Каха Бендукидзе когда приехал в Украину он сказал вот этих вот всех людей которые администрировали ну тогда это называлось лицензированные площадки при Януковиче он же централизовал эту индустрию их всех нужно посадить потому что они ничего другого делать не умеют и они вам любую новую реформу сведут к Пшику ну во многом он был прав вот Владимир я правильно понимаю что нам у нас еще есть информация точно еще на одну вот мы час проговорили не заметили у нас я думаю что мы еще там еще минимум половину проговорить нужно правда вот у меня я надо сказать что то что я хотел сказать может быть несколько сбивчиво бурно потому что как-то ну не знаю эмоциональная тема к сожалению очень интересно так давайте продолжим нам же не важно сейчас закончить мы можем как-то собственно да про философию я все сказал мне кажется что хотел повторил даже по нескольку раз вот все должно быть в комплексе вот как сейчас говорят мы готовим наступление наступление это же не просто пехота идет наступает это вот беспилотники взорвали базу горючего в Севастополе это где-то там хаймерсы разбили дорожное полотно где-то там еще что-то то есть есть комплексный процесс вот этот я бы очень хотел чтобы наше наступление на коррупцию налоговой и вот эту вот компенсационную новую систему оно тоже было таким вот комплексным и основано на хорошей разведке Владимир спасибо вам огромное спасибо что были сегодня с нами нам это очень приятно мы очень благодарны за это спасибо Владимир Дубровский был сегодня с нами на связи за что мы ему страшно признательны конечно благодарны вам наши спонсоры новотворные патреон оставайтесь спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры